МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зеленский накануне вручил спикеру Палаты общей на Великобритании шлем пилота-истребителя с надписью «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее». То есть, как ему кажется, изящно потребовал самолет. И при этом президент США Джо Байден еще 30 января заявил об отказе поставлять Киеву истребители в 16. Американский сенатор-демократ Крис Кунс прокомментировал, что США не будут передавать Украине истребители прямо сейчас. Александр, на ваш взгляд, вот эта вся риторика про то, что даем, не даем, она может закончиться тем, что в небе над Украиной, освобожденными территориями, все-таки появятся американские истребители? Да, вполне. То есть, вы думаете, что... То есть, по аналогии с тем, что происходило с поставками танков, хотя они пока еще не поставляются, но принципиальная договоренность заключена, то же самое можно сказать и про поставки истребителей. Скорее всего, так оно и будет. Не завтра, не потезавтра, конечно же. Но, скорее всего, ряд государств, есть такие ястребы, то есть, в том числе Европе, страны Прибалтики, Польша, отчасти Чехия. Возможно, в общем количестве надо. К тому же, насколько я понимаю, Великобритания уже рассматривает такой вопрос. Но сегодня министр обороны Великобритании заявил, что не будет предоставлять никаких самолетов. Ну, пока не будет, премьер-министр тонко намекнул, опять же. То есть, в этой связи предполагать можно все. И тот факт, что пока этого нет, не должен вводить в заблуждение. Хорошо, но вот этот вот истребитель, они, танк все равно, он имеет какую-то там возможность передвижения, небо открыто, оно для всех. Вам не кажется, что это такой шаг, ну, уже реально эскалация конфликта со стороны НАТО? Любые поставки вооружения наступательного, это эскалация конфликта. Особенно, если речь идет о большом количестве, да. То есть, если речь идет о сотнях танков, да, то есть, уже это эскалация, потому что они будут применяться на театре военных действий, и будут определенные последствия, да. Что бы мы ни говорили, то есть, тем не менее, это наступательно серьезное оружие. А истребитель, там, тем более современный, это еще более серьезное оружие. Поэтому в этой связи, конечно же, это будет новый виток эскалации. Но надо понимать, что мы ведь тоже, как бы, не на аэропланах и на аэростатах летаем. То есть, в этой связи никаких кардинальных, там, радикальных изменений, то есть, на линии фронта вряд ли произойдет. Артем, снова обращусь к вашему опыту. Небо для всех. Для всех ли там небо? За кем сейчас, собственно, воздушное пространство на территории Украины, где вы служили? Ну, я думаю, по-любому за нами, за Россией, как бы, ну, как я могу сказать, что за всеми, да, их там, да, там где-то выделить, по-любому за нами. Наша небо, российская, она и будет наша. Никто не залетит. То есть, ни разу украинского самолета, российского, украинского вертолета не наблюдалось? Нет, не наблюдалось, все наши были. К выступлению коллеги хочу еще маленькую такую ремарочку добавить. Они отдают нам не самые новые самолеты. Я бы в этой связи, вот, Зеленского, его команду, назвал бы великими утилизаторами. Они утилизируют все вооружение, от которого уже избавляются. Если разговор идет о истребителях, то наши прозападные враги, да, будем их называть своими именами, они говорят о том, что новейшую технику мы вам не дадим. Она очень дорого стоит, и для ее обслуживания, опять же, и для ее управления нужны годы для того, чтобы вот эту всю ситуацию развить. Поэтому вот такую вот ремарочку... То есть вы не верите, что... Мы верим, что они дадут эту технику, но насколько будет от нее эффект, это уже другой разговор. Нам не придется как-то менять совершенно по новому тактику наших боевых действий? Или, в принципе, сейчас у нас все есть, чтобы противостоять, там, F-16? Да, вот если они появятся... Ну, F-16, те, которые поступят им, это вообще самолеты, созданные не для боя в воздушном пространстве, понимаете? Всю жизнь Америка воевала, и ей подобные люди с аборигенами, они просто закрывали небо и просто бомбили. Ну, бой снаряд точно нанесет, а из автомата и не сбить такой снаряд. Ну, она не может пускать ракету класса воздух в воздух. Воздушного боя, у нее нет Афар-решетки, которая сейчас есть, которая первая самая в мире появилась на наших Мигах, потом на Су. То есть прямой конкурент F-16, это Су-35, но он на голову выше. Плюс, смотрите, у нас есть пилоты, которые сейчас получают боевой опыт, которые его получили в Сирии, сейчас его продолжают, избивают успешно вражеские самолеты. У врага нету просто летчиков, их научат с нуля, они с этим, по сути, нулем в F-16 придут на поле боя, где уже наши асы. Какие у них шансы могут быть? Я понимаю, у них нет летчиков, зато есть химики. В СУ начали применять химическое оружие, запрещенное в цивилизованном мире. Накануне в Сети появились жуткие кадры, снятые украинскими террористами. Наши бойцы попали под удар беспилотника в воде. После сброса химического боеприпаса у одного из военных появились судорожные конвульсии. Ранее в СУ уже опубликовали кадры подготовки дронов с цилиндрами для применения в Артемовске. Позже наши военные сообщили, что был сброс химии на передней позиции, что вызвало уличного состава, рвоту и судороги. Попадались также коптеры, обработанные чем-то, что давало ожоги. Денис Пушилин заявил, что в СУ применяют химоружие на Артемовском и Угледарском направлении. К сожалению, тот солдат, которого мы сейчас видели, он погиб, он захлебнулся. Это большая трагедия. Мы приносим соболезнования его родственникам. Об этом сложно говорить, но обсудить, конечно, надо. Евгений, Кирилл, что за эксперименты в применении химоружия против одного человека? Это проверка влияния концентрации? Или как вообще это возможно объяснить? Это ведь нарушение вообще всех возможных норм. Они никогда их не соблюдали. Они их не начинали соблюдать с 2014 года, когда подписали Минские соглашения. И не продолжая сейчас. Я бы не сказал, что это эксперимент. Это просто боевые действия, которые зашли все красные линии. Но вот этот химсостав, который они там применяют, он легко справляется с ним обычный общевойсковой противогаз. Также есть антидоты. Просто мы к этому реально не были готовы. И вы посмотрите, на СВО нету никого с противогазами, кто бы ходил там. Все с противогазами ходят здесь на учениях, а там их нету. Сейчас будут применять противогазы, и проблема решится. То есть, по сути, хватает времени. Разрывается снаряд, солдат достает противогаз, надевает, сколько секунд должно на это пройти. Ну, одеть противогаз порядка 18 секунд надо. Но суть в чем? Когда произошел хлопок, человек уже понимает, что взрыва не было, был хлопок. Он задерживает дыхание, вдыхает глубоко. Это не надо делать, когда одеваешь противогаз. Одеваешь противогаз, резкий выдох, чтобы не запотел противогаз. И все, и ты можешь, это все улетучивается порядка 10-15 минут, и ничего не останется. Ни на зараженную, она не заражает ни обувь, ни ткань, ни металл, ничего. Даже продукты, если были заражены, их просто проветриваете, и все, можно их... Основное вещество хлорца, насколько я понимаю. Да, все верно. Это что-то там, близкий брат, синильные кислоты. Да, 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 то есть это легкое, если заражение, это горечь, там, помутнение, привкус металла. Если более серьезные там последствия, то это вот конвульсия, судороги, поверхностное дыхание, к чему приводит и смерть. Но с этим можно даже в этом случае, если бы был антидот под рукой, да, и сделать непрямой массаж сердца, то можно откачать. То есть химоружие, оно страшно, но вы должны понимать, что после того, как вы его применили, ваши солдаты туда должны прийти, и оно уже его там не должно быть. То есть это не навсегда, это не как ядерная боеголовка, там, годами. И еще один момент, если говорить о том, о применении, они с самого начала его применяли. Это просто это не было в общем таком доступе, так массово, понимаете. Они с самого начала, когда происходило освобождение Мариуполя, наши военные говорили о том, что... Здесь такая история. Наши дипломаты говорили о том, что... Но также с дронов сбрасывали. Не с дронов, там, другими способами там распыляли. Они травили мирных жителей этими химическими разными смесями, еще Советского Союза. То есть этот терроризм против гражданского населения, он именно химическими средствами производился, не только стрелковыми оружиями. Поэтому, как сейчас принято говорить, эта история, она не новая в этой специальной военной операции. Ну, смотрите, по спре ТРФ в ООН заявил, что там не осудили Киев за применение химоружия. Что за двойные стандарты, Александр? Есть вообще этому какое-то пояснение? Да, есть объяснение. Вполне логично, и никто ее не осудит. Надо понимать, есть технология, да, определенная по выявлению, по фиксации подобного рода применения боеприпасов. И в этой связи я очень сильно сомневаюсь, что в ближайшее время, если не произойдет прямо вот такого массового применения с их стороны химических боеприпасов, то будет осуждение. А массово не произойдет именно потому, что будет обсуждение международного сообщества. То есть какие-то единичные случаи здесь, они будут приводиться, но чтобы их зафиксировать, необходимо отправить комиссию из УБСЕ, там, либо из ООН. Никто этого не будет делать, потому что это зона военных действий, и просто... Это невозможно физически. Ну, это возможно, но никто не будет гарантировать, что они обратно приедут. Но УБСЕ там уже были. Да, в первую очередь. Другой вопрос, наши взаимоотношения, в том числе с УБСЕ. И разведданными в самом начале, конечно. Поэтому надеяться на то, что в ближайшее время будет какое-то осуждение стороны международных организаций, я бы не ставил на это надеяться. Обидно, конечно, да. Есть что добавить? Да, пожалуйста. Есть что добавить? Вот на последнем видео хотел бы заметить, что как раз-таки были использованы, то есть на столе лежали и впиве коптеры, то есть дешево и эффективно для доставки боеприпасов. Да, совершенно верно. То есть как раз то, о чем мы говорили. И подтверждение слов Артема, то, что может доставить боеприпас весом 250-300 грамм. То есть, в принципе, мы тоже все это прекрасно понимаем. Если понимаем, значит тоже можем действовать. Ну, по крайней мере, хотя бы какое-то противодействие всей этой истории. Спасибо, Кирилл, за разъяснение. И вновь подключим к разговору военного политолога Андрея Кошкина. Почему толерантное европейское сообщество закрывает глаза на возможность применения химоружия со стороны ВСО? Оно ведь применяется, ваше мнение? Да, сегодня мы столкнулись с тем, что вооруженные силы Украины используют химические снаряды, химическое оружие. Например, хлорциан. Он использовался еще и во время Первой мировой войны. Это запрещено. Но я вижу так, что если бы у вооруженных сил Украины было ядерное тактическое оружие, они бы его уже давно применили. Они готовы применять все. Произошло полное расчеловечивание военнослужащих Украины и всего руководства нынешнего Киева. Так что химическое оружие, к великому сожалению, применяется против наших военнослужащих, военнослужащих Украины. Ну вот если рассматривать ситуацию с землетрясениями в Турции, вот так я резко вектору веду, очень много совпадений. Есть ли тут вероятность применения сейсмического оружия? Оно вообще существует? Все говорят о том, что Соединенные Штаты Америки полны решимости найти формы и методы использования сейсмического оружия против не просто государства, даже против коалиции государства. Но пока что явных подтверждений нет. Есть некие косвенные догадки. Наверное, мы пока с вами и пользуемся этими догадками. Слушай, спасибо. По-прежнему просим вас оставаться со студией на связи. Смертельные подарки. Не грозит ли глобальная катастрофа, эскалация конфликта? Обсудим через пару минут. Оставайтесь с вечерним хэштегом. Пути снабжения неисповедимы. Может ли Россия перерезать маршруты поставок западного вооружения? Оружие массового убеждения. Как формируется образ России на Западе? Субтитры создавал DimaTorzok